Катастрофа Boeing 727 в Мехико Авиационная катастрофа пассажирского самолета Boeing от 727 до 64 авиакомпании Mexicana de Aviation, произошедшая в воскресенье 21 сентября 1969 года в окрестностях Мехико, при этом погибли 27 человек. Самолет Boeing 727 дорегистрационным номером XASG свой первый полет совершил 26 октября 1967 года, а 8 ноября был передан заказчику мексиканской авиакомпании Mexicana de Aviation, где также получил имя Ацтека Deoro, был оснащен тремя турбовентиляторными двигателями Pratt & Amp Whitney GT8D-7B. Катастрофа. Самолет выполнял международный пассажирский рейс MX-801 из Чикаго в Мехико, а на его борту находился экипаж в составе 7 человек и 111 пассажиров, преимущественно американские туристы. При заходе на посадку на полосу 23 левый лайнер вдруг стал быстро терять высоту, после чего в посадочной конфигурации зацепил трехметровую железнодорожную насыпь в полутора километрах от торца полосы и рухнул в болото. Развалившись на части, в результате происшествия погиб 21 пассажира и 5 членов экипажа. 56 человек выжили и были доставлены в госпиталь, включая 5 в тяжелом состоянии. Позже от полученных ран один из них скончался в реанимации, таким образом увеличив число жертв трагедии до 27. Расследование по изучению обломков было определено, что лайнер находился в нормальной посадочной конфигурации. Шасси выпущены и зафиксированы, закрылки выпущены на 30 градусов, стабилизатор установлен на угол 10,25 градуса на кабрирование, предкрылки выпущены. Спойлеры убраны. Параметрический самописец был поставлен на самолет за два дня до происшествия, но с нарушениями, поэтому запись не осуществлял. Речевой самописец и вовсе отсутствовал, так как ранее был снят, а замену ему не поставили. Таким образом у следователей не было никаких улик, из-за чего они были вынуждены признать, что не могут определить причину катастрофы.